добрый день точнее добрый вечер уважаемые друзья дамы и господа коллеги партнеры если слышно видно меня хорошо то дайте мне пожалуйста сигнал виде плюсика или крестика в нашем чате у нас пришло самое время поговорить о проекте компании skyway капитал сегодня у нас с вами презентация я этим занимаюсь два раза в неделю по понедельникам и четвергам сегодня в 17 часов четверг 18 часов если есть среди вас те кто слушает информацию впервые дали вы давно и не слушал поставьте цифру 1 чтобы я понимал скажем так о чем можно говорить что скажем так нужно представить что может быть побольше на чем остановиться и так далее татьяна а точно первый раз что-то меня сомнение вызывают потому что хотя конечно под татьяной зарегистрировано может дойти большое количество татьян и так татьяна вы точно первый раз или давно не были напишите пожалуйста подробно давно не было вот либо там первый раз итак друзья проект компании skyway капитал продолжает скажем так свою посту по планете да вот у вас первый раз но компании вы слышали да получается я правильно понимаю вот то есть технология которая задумывалась еще 40 лет назад сегодня уже очень близка к реализации а мы с вами говорим о технологии струнного транспорта виницкого о струнных дорогах о небесных дорогах до начиная с 13 года с конца и начала 14 это известно миру по технологии skyway то есть технология которая как говорил уже насчитывая четыре десятка лет человек который занимается непосредственно скажем так разработкой данной технологии генеральной конструктор технологии анатолий дарыч юницкий проявил упорство да то есть скажем так настоял на своем и в принципе сегодня близок тому чтобы свои детище вывести в свет были разные времена в истории развития струнного транспорта да то есть были взлет были падения важно что человек который это делал продолжал заниматься упорно скажем так бить в точку как говорится да и мы сегодня действительно очень близки к тому чтобы вывести технологию юницкого на международный транспортный рынок потому что мы в основном говорим о транспорте 95 процентов 99 процентов нашего времени это транспорт второго уровня да то есть четыре сегмента транспортного рынка высокоскоростной со скоростью до 500 километров в час и выше городской транспорт от 50 до 150 километров в час по мере необходимости скажем так тех городах куда может легко встраиваться путевая структура skyway это грузовой транспорт который сможет перемещаться со скоростью 120 то есть 150 километров в час опять же для сравнения грузы по российским железным дорогам перемещается сегодня с учетом погрузки разгрузки со скоростью менее 9 километров в час вот это то что мы имеем это данность который есть у нас с вами и внедрение данной технологии позволит нам значительно быстрее доставлять грузы из одного конца скажем так другой пассажиры в том числе то есть значительно улучшится логистика в целом да мало того мы решим огромное количество проблем с экологией данная технология не подвержена таким явлением если говорить о перевозке пассажиров как пробки да то что уже достало всех людей проживающих более-менее крупных городах особенно в тех городах есть какие-то водные преграды да там где нужны мосты строить и так далее так далее ну к примеру например нижний новгород в котором я когда-то был проводил презентацию это было еще далекой скажем так осенью 2014 года но тем не менее с высоты скажем так горы туда приезжают люди оформившие брак да там цветы кладут и так далее было видно что из себя представляет пробка которая была через реку впадающую в волгу да то есть маленький узкий мостик и здоровенная пробка суббота люди еще тогда ехали на даче и так далее так далее то же самое происходит в огромном количестве городов и не только российской федерации данной в принципе любой стране мира и так когда-то мы начинали свою презентацию и долго за останавливались на скажем так слайдах самих транспортных средств как они могут выглядеть и так далее и мы всегда начинали презентацию с ролика который называется транснет то есть это ролик который рассказывает непосредственно о технологии о следующем шаге скажем так о следующем технологическом укладе который нас с вами ожидают либо мы говорили это новый виток развития скажем так мировой паутины но это не только мировая паутина информационная до которой мы с вами уже начинаем привыкать под названием интернет это мировая паутина паутина перемещения грузов и людей которые в себя питает все то лучшее что нам дает мир интернета мало того она позволит данный интернет довести до любой точки земного шара практически да то есть технология которая является все погодные все рельефные вот многие явления природы которые скажем так останавливают напрочь все виды транспорта известны нам на сегодняшний день это автомобильные железнодорожные водные воздушные никак не буду сказываться на перемещении транспортных средств по путевой структуре skyway ну давайте мы с вами скажем так отдадим дань все-таки как-то правильно сказать потому что мы делали всегда до традиции вот и посмотрим этот ролик и дальше кратко пройдем по истории и поговорим о том что есть у нас сейчас этих достижениях и что происходит даже сегодня да то есть в данный день и так коллеги ролик о транснете и будем двигаться с вами дальше транспортные пути живительные артерии современного мира кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться представьте себе быструю экологически чистую транспортную систему для строительства который потребуется в десятки раз меньше материалов земли средств чем для классических дорог в мире нет аналогов этой системы хотя все ее элементы известны и используются сегодня традиционно транспортной системы не оптимальны и не отвечает требования времени к идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа основа транснета жестко струнного рельса по своей сути мостовой ванты струна зашита в балку жесткости становится легкой но необычайно прочной путевой структурой транснет изобретение юницкого признанная в научном мире и проверенные годами испытаний за патентованной технологии эта коммуникационная система из трех составляющих специальная путевая структура установленная на опорах подвижной состав на стальных колесах инфраструктура транспортная энергетическая и информационная расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии а также для обеспечения высокого уровня безопасности транснет очень простая и универсальная система спектр ее применения практически не ограничен технологии транснет эффективны в самых разных отраслях экономики при разработке месторождений при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера россии транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт итак друзья вот такая технология то есть то на чем мы трудимся каждый день да то ради чего была создана компания и свои системы часы компания skyway капитал то есть skyway капитал это проект который подразумевает собой деятельность в информационном поле и направлении привлечения финансовых средств для реализации вот той самой технология которую вы сейчас посмотрели короткий двухминутный ролик но который дается как практически полное представление как будет перемещаться транспорт высота вот этой путевой структуры по которой передвигались скажем так анимированные вагоны составлять может от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров преимущества которые есть у технологии под названием skyway перед теми транспортными системами что я уже называла это водный железнодорожный автомобильный и воздушный транспорт да они есть и в направлении экологии потому что скажем так данные транспортные средства будут максимально экологически чистыми то есть по всей видимости в большинстве случаев большинстве вариантов будет использоваться электродвигатель далее того для того чтобы возводить такие путевые структуры не нужно будет специально возводить каких-то насыпи пережимать скажем так течение мелких кричушек да то есть нарушать скажем так движение грунтовых вот рытьем каких-то котлованов и так далее так далее через водные преграды данной технологии будет перебрасываться легко потому что это скажем так уже и по сути дела является мостом только на который будет значительно меньше тратится материалов ресурсов людских денежных средств и так далее единожды построена путевая структура как заявляет генеральный конструктор анатолий дар еще низкий будет служить людям более 100 лет то есть амортизационные расходы практически будут сведены к нулю это тоже очень важно примером у нас то вами служит что перекладывание асфальтных дорог крупных городах там раз полтора два года до вот перекладывание опять же железнодорожных путей потому что раз два три года у нас подмосковье на разных направлениях из москвы в десяти направлениях можно двигаться перекладывают рельсы перекладывать шпалы и так далее так далее скорость перемещения очень высокая мы с вами говорили комфорт то есть на данной транспортной путевой структуре будут отсутствовать перекрестки будут отсутствовать светофоры да если мы с вами двигаемся по городу то общественный транспорт только разогнался надо тормозить светофоры так далее так далее нас с болтает в креслах и прочее здесь все это будет тоже сведено максимально к нулю дальше низкий уровень вибрации низкий уровень шума что положительно будет влиять как на тех кто будет перемещаться внутри транспортных средств так и на окружающей среде на детей и животных да то есть там где будут строиться эти дороги фактически не будет наноситься урона окружающей среде это очень важно малые затраты на материалы я уже сказал ну примерно на километре да вот возведение путевой структуры будет экономиться порядка до 500 700 тонн стали до 20000 кубометров железобетона если сравнить например с высокоскоростными железнодорожными магистрали и об этих примерах можно почитать подробнее в наших каталогах которые размещены у нас личном кабинете то есть сравнение да сколько какие затраты на возведение автомобильной дороги железнодорожного транспорта поезда на магнитной подвесе на магнитном подвесе все это вы можете легко найти при желании зайдя в личный кабинет и ознакомиться с нашими буклетами это преимущество да то есть как я вам говорил сама технология насчитывает 40 лет на сегодняшний день ее условно можно разделить историю развития технологии на четыре этапа сегодня мы находимся на четвертом начался он после не очень скажем так веселого события которое произошло 2009 году да когда казалось бы технологию представили президенту страны на тот момент им был дмитрий анатольевич медведев вот и казалось бы конструктор наконец-то дошел до апогея потому что на третьем этапе развития это 2001 по 9 год были даже заключены государственные контракты на строительство дорог целом ряде регионов российской федерации второй грант организации объединенных наций был получен именно в этот промежуток времени проведено было большое количество испытаний и отработан целый ряд методик на полигоне которые существовали видор дыр ученицка в подмосковном городе озера то есть большое количество специалистов мира транспорта специалистов от науки и техники мир и финансов дата то есть чиновники разного уровня знакомились технологии приезжая в составе различные делегации комиссии на территории полигона который был в подмосковном городе озера средства массовой информации да то есть достаточно часто говорили о технологии низкого в новостях центральных каналов сообщалось о том что вот транспорт будущего до недалеко тому что будет уже реализовываться так далее все это было на третьем этапе но к сожалению госсовет который прошел в ульяновске да где медведев вроде бы отнесся там с шуткой шутливо улыбался тем не менее положительные давать ему хотите внедрять не вряд ли только ищите деньги через неделю после данного мероприятия полигона подмосковном городе озера не стал перед третьим этапом были два еще этапа на втором этапе середины 90-х по 2000-е годы юницкий занимался много внимания уделял аэродинамике будущего подвижного состава то есть научном своей научной школе в санкт-петербурге насуществлял большое количество опытов аэродинамической трубе то и сделал продувки именно на втором этапе был получен первый грант организации объединенных наций продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба 1 15 до 1 5 ну и первый этап который знаменовался с конца 70-х годов до середины 90-х это первая заявка на изобретение это первое скажем так публикации научные это признание федерации космонавтики сср советского фонда мира который был выделил грант на развитие технологии первая научно-практическая конференция 80-х годах прошлого столетия прошла на территории республики беларусь тогда еще советская да то есть в городе гомеле присутствовали несколько скажем так космонавтов были герои советского союза которые были на данной конференции и вот было дано полное одобрение тому что юницкий скажем двигается в правильном направлении а тема конференции было не ракетное освоение космоса и вот мы на четвертом этапе после того как не стало полигона в озерах после того как скажем юницкий наверно получил удар под дыр будем называть вещи своими именами важно что он продолжал как я говорил вести разработки на полигоне в озерах была отработана фактически технология наверно там промежуточной первого второго поколения струнного транспорта сейчас я включу короткий ролик я даже покажу не полностью что происходило на полигоне как выглядел транспорт о котором мы с вами говорим на третий этапе развития технологии 150 метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами внутри тонких рельс струн натянуты тросы под струны чтобы убедить в безопасности конструкции становится автор проекта анатолий юницкий первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель виктор крыженецкий на случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду кроме испытаний различных вариантов грузового и стою вот так выглядит транспорт юницкого в конце десятых годов нашего тысячелетия да и кстати этот зил 131 сейчас стоит как памятник на входе в экотехнопарк под городом минсками далеко от города марина горка где у нас сегодня создан центр демонстрации сертификации струнного транспорта то есть там можно приехать посмотреть эти люди которые были на втором муко фестивале до видели данный музейный экспонат который стоит там на своем постаменте важным действительно в этот момент было то что путевая структура весом скажем так один метр который весит меньше 100 килограмм выдержала грузовик весом более 12 тонн то есть небольшой участок до металлической эстакада порядка 150 170 метров длиной где было сделано все по технологии где были натянуты струны внутри данной путевой структуры был прокачан бетон об этом очень любит говорить она только дар чинистки вспоминать как они холода этот бетон прокачивались в струнные рельсы вот сегодня мы говорим о четвертом поколении технологии струнного транспорта сейчас это называется skyway в тринадцатом году после большого количества переговоров различных встреч с людьми мира бизнеса административным ресурсом юнистки принял решение оценить все что было на работа на тот момент независимые эксперты оценили технологию сумму свыше 400 миллиардов долларов сша была зарегистрирована компания великобритании было принято решение для того чтобы реализовать проект необходимо было построить еще один полигон когда дали бы тестовый участок а для этого нужны были деньги юнистки принял решение обратиться к физическим лицам таким как мы с вами с обращением в котором предложил инвестировать денежные средства в проект на выгодных условиях и на выходе если проект реализуется в дальнейшем получать доход от реализации технологии в большом количестве адресных проектов и вот тогда его видение в принципе который был у него тогда сейчас реализовывать потому что адресные проекты реально появляются по нескольку штук неделю да есть уже подписаны договора по строительстве по крайней мере в двух городах как говорит юнистки это могилев и уже скажем так проплачен аванс и индия который мы с вами еще немножко и не поговорим и так анатолий дар чунистки родился на территории бывшего советского союза на территории белоруссии в гомельской области руководил двумя проектами организации обменных наций данная структура дважды выделяла гранты на развитие технологий член федерации космонавтики ссср за все время своей деятельности инженером конструктором человеком занимающимся скажем так патент и ведением да у него более 140 изобретений целый ряд из них там несколько десятков там более 40 реализовано на практике 18 монографии более 200 научных работ увидите название сайта инженера юнистского 3dbo и низкий точка ком на которые вы можете зайти почитать огромный объем информации касаемо технологии касаемо самого генерального конструктора посмотреть видеоматериалы печатные материалы те самые государственные контракты которых я говорил их тоже можно прочесть на данном слайде вы видите небольшой перечень структур которые давали свои экспертные оценки заключения во время существования полигона в подмосковном городе озера начиная с института проблем транспорта российской академии наук и заканчивая организацией обменных наций и российской инженерной академии гострой россии в министерстве экономики транспорта и так далее было большое количество различных форумов выставок в которых и низкий принимал участие более 40 международных дипломов наград грамот золотых медалей кубков было получено от ольга рычага 3 премию в скажем так 3 премии золотая колесница 2 из них номинации проект года в транспортной отрасли 3 на за экологию было получено как раз этим летом и так еще буквально кратко об истории развития нашего проекта это уже начиная с 14 года да то есть первые инвестиции были привлечены в проект 2014 году первая презентация прошла в туре на которой было 17 человек несколько из них приняли решение стать со владельцами технологий но и все началось то есть сегодня там более 350 тысяч людей во всем мире более 200 скажем так стран на территории на которых у нас зарегистрированы партнеры которые принимают участие в нашем проекте но что хотелось бы отметить 14 год это год скажем так выявление выжим не выжим да то есть многие считали что проект захлебнется там в первую неделю в первый месяц первый квартал но в первый год в конце концов да выжили провели три международные конференции две из них москве 1 в минске по результатам минской конференции это был июнь месяц до было создано научно-производственное предприятие в республике беларусь который сегодня успешно развивается и разрастается с каждым днем до далее в четырнадцатом году по сути дела были привлечены первые инвестиции и работа велась в направлении поиска участка местности на котором дальнейшем можно будет строить экотехнопарк пятнадцатом году вначале определились с этим участком приняли решение за него бороться и в июне получили скажем его в пользование перед тем как был выигран тендер точнее аукцион до которых проходил по земле 22 июня было приведено целый ряд международных переговоров важных с представителями арабской стороны это страны аравийского полуострова и в южной америке было несколько партнеров потенциальных которые скажем так ну по крайней мере вникали в технологии далее в июле была проведена первая скажем работа на территории к технопарка это порядок наводился на территории бывшего тамкодрома то есть прошел субботник все сотрудники скажем нашего к бы который на тот момент были они выехали на территорию наводили порядок и с конца июля начались первые работы на территории к технопарка в августе началось строительство также в пятнадцатом году был осуществлен приезд родом хуком да на территорию нашего конструкторского бюро к технопарка он впервые познакомилась технологии в сентябре и приняли решение содействовать всяческий развитию данной технологии на территории австралийского континента осенью пятнадцатого года 17 октября состоялась закладка нулевого километра дороги skyway и это уже скажем так нулевой километр видели уже тысячи наших инвесторов которые приезжали территорий к технопарк фотографировались красивый знак который означает скажем так старт да вы знаете нулевые километры и скажем во многих городах и расстояние докуда вот нулевой километр заложен в технопарке далее в конце пятнадцатого года руководство группы компании skyway приняло решение привлекать денежные средства посредством реализации пакетов долей компании в рассрочку то есть люди смогли инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно выходе получать большие пакеты долей выгодные дисконты и так далее так далее что еще хотелось бы отметить сентябре пятнадцатого года руководством компании нашими специалистами был получен так называемый и идентификационный код ценной бумаги оси этот процедуру который проходите компании акции которых копируется сегодня на крупных биржевых площадках шестнадцатый год начался с того что минтранс россии 11 февраля признает технологию юницкого инновационным вот здесь как бы так маленькая копия того что очень документа который был подписан на заседание экспертного совета министерства транспорта российской федерации в марте месяце рабочая группа данного экспертного совета признает технологии перспективны для использования территории российской федерации между двумя этими событиями руководство компании натуре дарыча единицкий лично до приглашаю получает приглашение из германии с крупного международного транспортного форума под названием и на транс который проходит раз два года 95 процентов всего что представлено это инновации в направлении рельсового транспорта метро электрички электровозы там трамваи и так далее так далее в номинации транспортных инноваций был представлен проект skyway мало того за три с половиной месяца да вот сначала с нуля были построены два промышленных экземпляра действующих транспортных средств юни байка двухместного и 14 местного и минусу об этом уже вот подробно было написано прошлой неделе люди которые этим занимались проектированием созданием да все имеет отношение к автоспорту там мастера спорта международного класса принимали участие в ралли-рейдах все они очень опытным направлении скажем так создание транспортных средств совершенствует там двигатели так далее так далее вот за три с половиной месяца они выдали на гора два транспортных средства которые были продемонстрированы на территории германии это было в сентябре до 20 по 23 сентября и дважды 4 по 6 октября с 11 по 14 октября на двух крупных форумов которые проходили в республике беларусь это белорусская транспортная неделя и белорусский энергетический экологический форум параллельно в шестнадцатом году с 10 по 14 октября в городе мельбурн состоялся 23 международный конгресс интеллектуальных транспортных систем на котором технологию представлял господин рот хук и специалисты компании арукон которых он привозил в июне шестнадцатого года для ознакомления с технологией с кб с юницким и на сегодняшний день они тесно сотрудничают направление реализации технологии на территории австралийского континента не все так просто потому что скажем так австралия как и многие другие страны очень консервативная страна транспортные отрасли везде сложно пробиться но тем не менее люди работают направление реализации технологий очень много внимания шестнадцатом году уделялось нашей технологии средствах массовой информации австралии телевизионные каналы печатные средства интернет-издания радиостанции на которых выступал рот хук специалисты компании арукон и так далее мы раньше всегда на презентациях особенно это было наверно до марта 2015 года отдельным слайдом высвечивали какие средства массовой информации про на что рассказали сейчас мы этого не делаем потому что практически каждый день где-то может быть даже и по нескольку раз в разных местах в разных городах разных странах разные средства масс информации что-то рассказывать технологии низкого если раньше очень редко и бывало скажем так негативная информация да то сейчас очень много информации о том что где и почему и буквально последняя новость который сегодня выкладывается у нас на канале это новость о том как в очередной передаче блогер рассказывает о преимуществах skyway а на тв вы сможете посмотреть эту новость буквально в ближайшее время и выставка которая прошла в шестнадцатом году еще это транспорта россии 2016 в москве то есть все эти мероприятия дали толчок развития нашей технологии огромное количество людей узнали они до после этого скажем так начинается на транса большое количество международной делегации различных комиссий представители учебных заведений с разных уголков планеты приезжали на территории к технопарка предлагали свою службу направлении сертификации транспортных средств да ну и заключали договора взаимодействия то есть там очень большой перечень стран я просто назову регион либо восточная азия аравийский полуостров вот турции станет соседние до европейские страны с южной америки то есть были люди и в южной америке два представлен технологии за это время то есть информация расходится все больше и больше людей узнают у нас и выявляют проявляется желание сотрудничество я не буду останавливаться подробно вот на эти фотографии которые были важно понять следующее что благодаря этим данным мероприятием которые прошли в разных уголках и странах благодаря тому что наши сотрудники продолжают работать вести переговоры с чиновниками разного уровня до представителями разных стран которые приезжают нам либо мы выезжаем то есть начаты работы по сертификации вот ведутся работы скажем так представление технологии в различных местах создаются аван проект это из технологии предлагалось к развитию в бурятии ездил лично кирилл бадурин который будет у нас в скором времени 27 28 числа мы с ним вместе в москве идем на мероприятие которое будет представлено президент отеля называется тоже интеллектуальной транспортной системы второй форум который будет проходить россии вообще он скажем так для ограниченного круга людей как я понимаю потому что на сайте нет ни одного намека на то как простой человек может попасть на данный мероприятие то есть по сути технологии будет презентоваться и представляться людям из мира транспорта чиновникам разного уровня да вот из будет представлена скажем так крупным компаниям которые занимаются развитием там и не знаю там работают с программным оборудованием с программами и так далее которые честно сотрудничают с транспортной отрасли то есть вот я думаю что эти два дня будут интересны постараюсь по максимуму скажем так пообщаться с кириллом возможно возьмем у него интервью которые обязательно публикуем у нас где-нибудь на информационных ресурсах да мы постараюсь если будут интересны люди подходить нам по мне знаю из управления государственных структур и так далее попробовать даже на диктофон чего-нибудь задавать вопросы чтобы они ответили что они видят наши технологии это будет скоро ну и семнадцатый год очень важный момент конце шестнадцатого года началась процедура сертификации вот я об этом два слова скажу да в семнадцатом году прошло два крупных форум один из них в индонезии рэвэйте в 2017 и смарт-сити 10 по 12 мая в индии результатами которых стало скажем так многократные поездки виктора бабурина натуре дарычу юницкого и сейчас скажем в индии и в индонезии открываются офисы нашей компании и работа непочатый край то есть очень нравится наша технология перспектива очень серьезный по использованию в этих регионах поэтому как когда-то заявлял литер бабурина чуть меньше года назад что и где для нас представляет один огромный серьезный адресный проект в принципе сейчас он эти слова не опровергает только подтверждает последнее интервью с ним посмотрите буквально три-четыре дня назад она вышла это что касается развития технологии здесь вы видите фотографии первого проката и не байка который состоялся в ноябре 2017 16 года да то есть детище свое вот обнимает анатолий дарчу низкий довольны вот транспорт поехал это технология четвертого поколения ну и чтобы подвести итоги хочу сказать следующее смотрите эта неделя для нас чем еще знаменательна да то есть сегодня эта дата которая была обозначена когда будет осуществлена окончательная приемка внутренняя транспортных средств и не байка двухместного и 14 местного юнибуса то есть сдача внутри себя для представления данных транспортных средств на сертификацию которая должна у нас проходить конец сентября октября то есть порядка трех недель за за займут испытания при внешней структуры которая отвечает за сертификацию будут осуществляться большое количество прогонов снятие показаний с того что и села будет представлять транспортные средства скорость уровень там я не знаю шума вибрации для того чтобы получить сертификат надеемся что в октябре месяце мы получим сертификат и на путевую структуру легкую да там где ездит юнибайк а еще раз замечу что еще в пятнадцатом году мысли скажем о том что у нас будет какой-то юнибайк только появились то есть юницкий до того момента даже не рассматривал легкую путевую структуру легкое транспортное средство идея пришла и взяли осуществили вот так бы у нас внедрялись идеи до которые приходят во многих во многих направлениях развития народного хозяйства идея пришла три-четыре месяца пришло прошло хопа и реализовали у нас же пока к сожалению в народном хозяйстве все наоборот идея пришла сели выпили под сукной запрятали и пинком под зад того кто придумал скажем так выгнали ну к сожалению большинстве случаев и так сегодня осуществляется должна была осуществлена конечная приемка день еще не закончился возможно это происходит и в составе делегации которая уехала в индию и там президент лукашенко должен находиться на территории индии составе делегации белорусской присутствует представители нашей компании которые будут принимать участие в переговорах где будут предлагаться различные варианты того что производится в белоруссии для использования в индии я считаю что это знаковое событие вот те кто считает что это так поставьте пожалуйста пятерочки в чате да то есть нас признали на государственном уровне да вот и мы сейчас откатываемся немножко назад я вспоминаю 14 года то есть какое государственное признание до нас просто при щелыги которая транспортной отрасли там не знаю дельцы какие-нибудь которые зарабатывали на чем-то на мелочах считали несерьезными и так далее так далее сейчас же происходит то чего наверное да то о чем мы мечтали коллеги да то есть то что нам в голову приходила мы там рисовали себе какие-то перспективы летающие там самолеты есть ездящие по рельсам как некоторые про банду говорили и так далее так далее вот она близко сегодня к реализации очень близко к тому чтобы все это начать демонстрировать сертификация закончится получим сертификат и вы понимаете это как бы отмашка флажком к строительству да у целого ряда скажем дорог в целом в ряде стран потому что тот же юнибайк например он очень интересен в направлении туризма да то есть легкое транспортное средство можно скажем так огромной площади природных ландшафтов каких-то национальных парков покрывать такими дорогами вот это будет интересно это будет скажем так комфортно тем кто будет сидеть внутри этого и не байка можно озирать площадь там на многие километры вокруг и так далее так далее то есть действительно находка для для шпиона для туристов эта технология коллеги и все-таки наверно завершу рассказ о технологии о компании skyway капитал в целом да что из себя мы представляем сегодня тут отдельная гордость за то что большинство моментов там где будут перемещаться транспортные средства это не то что когда-то было нарисовано в ролике транснет да то есть вот там по сути дела компьютерный анимация это то что сегодня реально есть это реальные транспортные средства перемещающиеся путевой структуре skyway вот за это нам тоже есть чему гордиться поэтому опять же можете поставить плюсики то что у нас эти транспортные средства везет кстати благодаря вам благодаря тому что большинство из вас пришли поверили до инвестировали денежные средства поддерживали нас духовно морально физически развивались бизнесе который нас есть и который мы с вами еще немножко поговорим после этого ролика а сейчас друзья две небольшие две с небольшие минуты и дальше будем говорить уже об инвестиционных возможностях что же такое skyway почему о струнном транспорте юницкого говорят в снг европе азии и африке почему в республику беларусь едут делегации со всего мира чтобы заключить договора на строительство этих дорог skyway это не просто транспорт ближайшего будущего это мечта каждого из нас воплощенная в жизнь уже сейчас транспортная артерия skyway это безаварийное перемещение по путевой структуре расположенной над землей в современных комфортабельных подвижных составах юнигусах этот инновационный транспорт позволяет людям комфортно перемещаться в нужное им место затрачивая в дороге минимум времени и средств пассажирский skyway поможет горожанам быстро добираться в любой конец города без пробок автомобили не помеха для юнигуса который бесшумно передвигается на высоте 5 10 метров над землей со скоростью до 120 километров в час высаживая и забирая пассажиров на станциях также расположенных над землей грузовой skyway способен перемещать любые грузы для этого разработаны специальные подвижные составы юникары которые быстро перевозят всевозможные виды грузов в том числе и жидкие высокоскоростной skyway свяжет между собой города и страны и даст возможность людям передвигаться со скоростью самолета не поднимаясь в небо а всего лишь поднявшись над землей на несколько метров skyway надземная высокоэффективная транспортная технология не имеющая аналогов в мире это скорость безопасность доступность экономичность и бережное отношение к окружающей среде skyway устойчивая основа для информационной энергетической и транспортной сети нового поколения узнайте больше на официальном сайте компании skyway капитал итак друзья вот что мы с вами имеем на сегодняшний день да в принципе опять же шести зайти в тему мира инвестиций то мы говорили на протяжении этих долгих трех лет то что инвестирование наш проект напоминает то что происходило на рынке технологий коммуникации средств связи да там не знаю обмена информацией конце 70-х годов были крупные вычислительные машины появились молодые люди понимающие что скажем так можно развивать направление персональных компьютеров да и покрутили виска это были билгеиц это были стив джобс и еще несколько молодых людей которые параллельно стали развивать различные компании кто-то писал программы только создавал железо компания intel компания del computers там и так далее так далее так далее те кто понял на тот момент что данное направление перспективно и стал инвестировать денежные средства в эти компании тот сегодня очень успешен вот вы знаете поначалу дисконт когда люди инвестировали денежные средства в нашу нашу компанию составлял тысяч раз это был первый этап на втором этапе да то есть уровень доходности либо венчурная премия проект у нас был самый что ни на есть вечерный был юницкий были материалы был вот была документация которая рассказывала о том что до технологии разработана был даже второе поколение она ездила были заключены государственные контракты и так далее но показать было пока ничего и вот те кто поверил на тот момент да они получили максимальный уровень доходности то есть фактически это наверно конец 70-х годов развитие компании apple там и microsoft например да потом вот если вы ждать например когда появились первые устройства там первым макинтош вышел да соответственно акции компании например apple да либо первые появились компьютеры там сто двести восемьдесят шестые помните такие были железо и так далее да то есть соответственно стоимость долей стоимость акции этих компаний которые развивались на рынке компьютеров они были значительно уже дороже правда ведь это вот ситуация напоминает то что было у нас четырнадцатом году и то что происходит у нас и вот десятый этап который начнется в сентябре уровень доходности по пакетам снизится значительно потому что на втором этапе например минимальный пакет уровень доходность составлял там и 250 раз да то сейчас будет сейчас 25 а будет 20 то есть в 10 раз уровень доходности до снизился за вот эти три года и дальше будет больше по мере реализации технологии по мере строительства дорог стоимость каждой доли будет расти мы стремимся к тому состоянии когда одна доля будет стоить один доллар если дороге будут строиться они будут приносить пользу людям дороги начнут приносить прибыль соответственно каждодельную долю будет расти да и то есть она может стоить полтора доллара когда-то два тогда то пять и вот те кто на выгодных условиях на первых этапах покупал представляете какие состояние денежные будут этих людей кто еще много покупал. Соответственно, чем больше долей у вас будет к моменту закрытия возможности инвестирования в корневую технологию, а такое рано или поздно случится, нам каждый день приходят инвестиции, каждый день, скажем так, люди инвестируют в наш проект. Эти деньги идут непосредственно на реализацию технологии. Вы знаете, что за эти годы у компании не просто там есть территория на территории, скажем так, на земле в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, эти 36 декабря. Во-первых, уже земли гораздо больше и продлили участок до 22 километров, чтобы мы могли всем в 2018 году достроить высокоскоростной SkyWay и показать, что он из себя представляет. У компании появились свои активы, потому что уже есть целый ряд, скажем так, заводов, которые являются собственностью SkyWay. И одна из ближайших новостей из недавних, то, что будет производство расширяться, достраиваться цеха, докупаться оборудование и так далее. Вот куда идут деньги? На высоко классное оборудование, самые, скажем так, последние станки, выпускаемые в промышленности с программным управлением, которые будут работать на нашу с вами компанию, на технологию, на юрализацию. Итак, инвестиционная возможность. Действительно, на базе, на платформе микрофинансирования сегодня абсолютно любой человек, даже проинвестировав там деньги меньше 900 рублей Российской Федерации, может стать совладельцами так и так далее компании. То есть 15 долларов – это вообще не инвестиция, как многие люди считают. Что это за инвестиция, если она там меньше тысячи долларов или меньше десяти? Когда речь идет об инвестициях, все люди, даже если они дилетанты никогда не инвестировали, они говорят о сотнях тысяч долларов, о миллионах долларов и так далее, а 15 долларов как бы не инвестиция. Но вот эти 15 долларов могут позволить вам начать становиться владельцами пакетов долей компании, при этом еще развивать партнерскую программу, что в итоге вам может принести и большие деньги сейчас, потому что параллельно можно создавать бизнес в рамках партнерской программы вместе с нашей компанией. Благо наша компания тоже позаботилась о чем? Создать максимально простые, доходчивые, понятные условия для работы каждого отдельно взятого человека и для того, чтобы стать совладельцами пакета долей компании не нужно быть семь пяги во лбу, не нужно быть финансистом, не нужно быть бизнесменом, не нужно быть специалистом мира транспорта. Для этого достаточно иметь дома интернет и устройство для выхода в этот интернет. Остальную информацию вы можете получить у нас на сайте, у нас на лейдингах, пообщаться со специалистами технической поддержки, которые 24 часа в сутки работают у нас на наших интернет-ресурсах, либо позвонить в рабочее время с 10 до 7 вечера в город Москва в отдел информационной поддержки, где вам доходчиво ответят на вопросы, разъясняют, что и как вы можете сделать, как стать владельцем пакетов долей компании, какая платежная система для вас там, где вы проживаете наиболее удобно и доступна. То есть на эти вопросы вы можете получить ответ. Дальнейшая функция нашей компании это сообщать обо всем, что происходит в развитии технологий, сообщать о всех новостях, которые происходят в развитии проекта компании Skyway Capital, ну и поддерживать вас информационно. То есть у нас проходит большое количество мероприятий каждый день, информационные встречи в интернете такая, как сейчас. И в принципе они организованы для того, чтобы вы могли приглашать новых потенциальных инвесторов в наш проект. Они могли также, как вы сейчас, сидя у экрана монитора, получать информацию, потом получать ответы на свои вопросы, если таковые возникают. И с другой стороны, если вы развиваете бизнес по партнерской программе, это еще и упрощение вашей работы. Вам нужно, а даже в принципе поначалу я бы даже запрещал своим новым партнерам и себе развивал партнерскую сеть, у нас есть большое количество людей, которые это делают, самим что-то рассказывать. Лучше, если за вас это будет делать кто-то. Ваш наставник, который есть рядом, ваш наставник по интернету, если вы зарегистрировались непосредственно в интернете, он по скайпу может решать вопросы, отвечать на вопросы и помогать людям разбираться в информации. Либо вот такие мероприятия, которые у нас, как я вам говорил, каждый день они есть в интернете. В расписании мероприятий, я потом на сайте покажу, вы можете найти на том языке, который нужен вам, потому что наверняка в вашем окружении могут быть люди, проживающие в тех регионах, где проводятся живые презентации на их родном языке, либо вебинары на их родном языке. А сегодня у нас несколько языков, английский, немецкий, польский, венгерский, словацкий, хорватский, на сербском языке проходят мероприятия, в Нидерландах, в Бельгии проходят мероприятия. Я могу еще дальше перечислять те страны, где у нас проходят мероприятия. Звук прибавить. Это вы говорите кому-то, да? Я смотрю, у меня звук достаточно мощный, у меня зашкаливает даже бегунок, который есть напротив, возле микрофона. Да? Давайте я, может, вот так сниму. Может, так будет лучше и кому-то может даже идет перенапряг по звуку. Итак, коллеги, что еще я хотел сказать. Сегодня у нас есть замечательные возможности для инвестирования в виде тех пакетов долей компании, которые размещены у нас внутри личного кабинета. Сейчас я постараюсь с вами поделиться экраном и просто кратко мы с вами пробежимся по нашей линейке пакетов, поговорим, где какой уровень доходности, что на сегодняшний день выгодно приобретать. Ну и сразу хочу сказать, все, что вы сейчас увидите, это действует до 19 сентября, осталось 8 дней. Все, что будет после 19 сентября, будет иметь дисконт меньше, чем тот, который сейчас есть. Коллеги, если видно мой рабочий стол, пожалуйста, дайте мне знать в виде плюсиков, хотя бы один человек. Есть, да? Итак, друзья, кабинет партнера компании Skyway Capital, инвестиционная программа. Сразу, видите, есть пакеты на транс. Да, то есть, сразу хочу сказать, у нас есть целая линейка пакетов, стандартных, внизу данной страницы, где вы можете выбрать, скажем, по возможностям своего кошелька любой из пакетов и стать совладельцем пакетов далее компании. Минимальный пакет стоит 15 долларов, как я вам говорю. Уровень доходности по нему, либо венчурная премия, либо дисконт, 25 раз. Я вам говорил в процессе сегодняшнего вебинара, что мы стремимся к ситуации, когда одна доля будет стоить один доллар. Так вот, в случае, когда одна доля будет стоить один доллар, а мы к этому стремимся, к моменту выхода на международные биржевые площадки, на минимальном пакете ваши деньги приумножатся в 25 раз. На выходе будет 375 долей. Каждый последующий пакет дороже стоит, но имеет и больший уровень доходности. Например, пакет 30 долларов имеет уровень доходности на сегодняшний день, когда-то здесь было и 365 и так далее. То есть человек, который сегодня инвестирует тысячу долларов в США, 57 тысяч российских рублей, на выходе в дальнейшем потенциально может получить 115 тысяч долларов и выше, если он не будет продавать эти доли, и дальше он может получать дивиденды и стоимость пакетов долей, точнее стоимость каждой отдельной взятой акции, а тогда это будет уже акции, она будет расти. Максимальный пакет, как и раньше был, стоит 150 тысяч долларов США, уровень доходности сегодня 225 раз. То есть таблицы дисконтов вы можете посмотреть. Вот этот столбик, третий дисконт, после 19 числа изменится. Я могу предполагать, что, скажем, на минимальном пакете будет 20, на максимальном 200, и, соответственно, промежуточные пакеты тоже изменятся в процентном соотношении от 10 до 20%. Далее. Пакеты на транс. Я почему на него сразу иду, потому что инвестиция первой тысячи долларов точно такая же, как и в стандартном исполнении на выходе 115. Но если вы до 19 числа, потому что данные дисконты действуют только на девятом этапе, успеете купить второй пакет здесь, по этой схеме, то вам сразу же начислят 150 тысяч долей. А если еще и третий успеете, то есть инвестируете 3 тысячи долларов за этот короткий промежуток времени, то третий пакет принесет вам еще 200 тысяч долей. Суммарно это будет 465 тысяч. Что значительно больше, если вы проинвестируете даже 3,5 тысячи долларов в стандартном исполнении. Далее. У нас есть крупные пакеты, которые вы можете приобрести номиналом от 5 тысяч до 50 тысяч долларов. Фактически дисконт от 165 и до 200, то есть это очень хороший дисконт. На выходе вы становитесь фактически владельцем миллионного пакета долей. Мы вам говорили 1 доллар, 1 акция в будущем. Вот можете сами посмотреть, сколько на выходе вы будете иметь. То есть от 825 тысяч долларов до 10 миллионов, если вы приобретете пакет за 50 тысяч долларов. Далее. У нас есть пакеты инвестирования в рассрочку. Вот эти пакеты, по всей видимости, прекратят свое существование, хотя не дают утверждать. То есть у нас есть две рассрочки. Два месяца по 300, либо два месяца по 500. Если вы делаете платеж в течение, скажем, суток два раза, будь то по 300, либо по 500, вы получаете еще дополнительно 21 тысячу долей. Здесь вы получаете дополнительно свое количество долей, которые вы можете ознакомиться. Вот в разделе подробностей, нажимая напротив каждого пакета, здесь описываются подробно те условия, которые есть на каждом пакете в рассрочку. Есть пакет на несовершеннолетних детей, который вы можете оформить, рассрочка на 9 месяцев. Важно, что к моменту выплаты рассрочки этим детям не исполнилось 17 лет. Далее. Рассрочка большого номинала от 500 долларов в месяц до 5 тысяч долларов в месяц. По сути дела, это как и те пакеты, то, что мы с вами смотрели, только на разовое проплате, например, 5 тысяч долларов, вы еще получаете возможность установить свою именную табличку возле дерева в Экотехнопарке. Ну и, соответственно, на пакете в 50 тысяч долларов там тоже самое. Здесь же диско немножко ниже. Помните, там было 165, здесь 160. Там 175-170. Здесь вот 200, а тут 190. Но тоже, по сути дела, вы становитесь миллионным владельцем пакетов далее. И у нас есть стандартные пакеты, к которым мы привыкли, которые вошли в нашу жизнь с конца января 2015 года. 2016 года, извиняюсь. С конца января это старт, сеньор, стабильный бизнес. И есть с плюсом пакеты. Отличаются они тем, что условия дополнительные, которые нужно выполнить. Либо двоих людей вы зарегистрировали в течение месяца после приобретения пакета, либо просто взяли и сделали двойной платеж. И, соответственно, у вас на выходе может получиться от 25 тысяч долей компании до 135 тысяч долей. Есть пакеты, которые доступны для приобретения только с бонусного счета. Я вам говорил, что у нас есть партнерская программа. Вы имеете возможность создавать свой собственный крупный бизнес, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay с пакетами медалей на международный транспортный рынок, на рынок инвестиций. И за это время заработать приличную сумму денег. Либо дополнительных денег заработать, если у вас есть бизнес, либо, скажем так, у кого-то вообще нет работы сейчас, может основной источник дохода быть и очень крупного дохода. И если вы строите и развиваете партнерскую структуру, вам начисления идут на бонусный счет в виде процентов, которые положены по маркетинг-плану компании. О маркетинг-плане мы будем говорить завтра в 18 часов. Так вот, с бонусного счета вы можете деньги выводить, а можете приобрести для себя эти пакеты. Те, кто не развивает партнерскую структуру, вот эти выгодные дисконты на пакеты с бонусного счета приобрести не могут. То есть это дополнительный подарок тем, кто развивает бизнес по партнерской программе. Вот такие пакеты долей компании, которые есть у нас внутри личного кабинета смешная инвестиция 15 долларов сша до 150 тысяч долларов выбирайте сами то что вы хотите выбирайте то что вам подходит никто вас не будет скажем так проводить удушающий прием вытрясать из вас последние деньги перевернув скажем так вниз головой подвязав замки как из буратино когда-то помните леса алиса и кот базилио абсолютно нет вы взрослые люди вы можете сами определиться готовы ли вы рискнуть да хотя можно ли назвать риск наверное да потому что проект венчурный но тем не менее степени риска с 14 года по сегодня она снизилась на несколько порядков и что подтверждается тем что люди которые были скептиками тогда сейчас принципе легко приходит в проект но ситуация такая то все равно что говорю что компания apple либо компании microsoft да уже большое количество продукции этой компании увидели свет и люди решили ага буду инвестировать соответственно они приобретали акции того же по например совершенно по другой цене чем это было конце 70-х годов по поводу событий у нас проходят вебинары в разделе событий вы можете найти да здесь есть расписание в виде таблицы я вам говорю что сегодня например понедельник у нас проходит презентация сейчас лариса артамонов дальше будет хорватский язык польский язык венгерский язык то есть сегодня вот на четырех языках будут проходить мероприятие завтра у нас будет партнерская программа вебинар григорий мирышниченко где он рассказывает о способах и методах построения структуры да как развивать бизнес французский вебинар дальше немецкий и итальянский венгерский польский словацкий и так далее то здесь вы легко можете найти то что вас устраивает сообщить информацию тем людям которым вы хотели донести они могут зайти по ссылке потому что клика на любой забинар у вас открывается информация о том кто проводит какие ссылки в какое время начинается и так далее тогда есть мероприятие оффлайн они называются их называют живые презентации они проходят большом количестве городов и стран и также расписано на тех языках на которых они проводятся сегодняшний день у нас какой у нас вами 11 сентября в москве сегодня в гостинице татьяна здесь проходит мероприятие в 19 часов завтра латвия литва и вена да то есть австрия потом австрия бельгия словакия россии новокузне санкт-петербург и так далее вы всю эту информацию также можете здесь найти видите здесь написано еще 5 если мы откроем целый список открывается в один день и венгрия и самара и дюртюлита башкортостан латвия рига прешев да это словакия остин польша мариам поле литва антверпин бельгия гродно беларусь и так далее вот эти города где проходят мероприятия в них у вас могут проживать друзья знакомые родственники партнеры по какому-то бизнесу до коллеги по бывшей работе однокашники одноклассники люди с которыми вы учились в институтах университет вспомните их не надо правда им сразу вбивать в голову что они могут стать миллионерами но хотя бы позвоните поинтересуйте что они в жизни нового чем они сейчас живут а потом через два-три дня вы можете их набрать и услышав то что для них важно сказать слушай я могу тебе помочь вот есть замечательная информация давай мы с тобой встречаемся в интернете вот те ссылка через час после мероприятия мы с тобой пообщаемся все вам больше не надо ничего делать вот таким вот образом только если вы открыты душой если у вас нет голове мысли ободрать этих людей как липку да а реально вы хотите предоставить возможность стать успешным у нас увидите добавились баннеры то есть по мероприятию баллоне состоится международная конференция которая будет 16 числа и появился баннер сегодня по мероприятию который состоится в нюрнберге это 30 сентября большая конференция как на одно так и на второе мероприятие на следующий который будут билеты вы можете приобретать со своих основного либо бонусного счета который находится внутри личного кабинета поэтому думайте о том какие люди могли бы посетить данное мероприятие у вас могут быть друзья в италии друзья германии соседних странах благо по европе там достаточно мобильные люди легко передвигаются вот такая информация коллеги это наверное то что я хотел сегодня рассказать я видел что там были вопросы какие-то в чате давайте посмотрю попробую на них ответить вот а вы вопросы если у вас есть пишите реферальные начисления изменится вы знаете реферальные не изменится мог произойти изменения с начислениями денежных средств на акционный счет я сейчас об этом уже не говорю но у нас до сих пор стрети квалификации с лидера помимо денег которые вы получаете на бонусные можете вводить до сих пор начисляются подарочные деньги которые вы можете аккумулировать только в доле компании вот с десятого этапа это может возможность закрыться юницкий обещал и говорил что он не будет всю жизнь дарить акции до разбрасываться и не поэтому на время пришло появляются серьезные крупные скажем так инвестиции появляются крупные структуры которые задумываются об инвестиции в наш проект по поводу инвестиций куда в капитал или корневую я вам не скажу куда выгоднее потому что в итоге вы становитесь все равно партнером группы компаний skyway в итоге вы все равно попадаете в единый регистр просто смотрите там есть свой маркетинг план эти уровни вы да там где выплачиваются вознаграждения там есть свои возможно плюсы для людей у которых есть достаточное количество денег то есть разбивка по пакетам там немножко градация другая 50 100 500 тысяча там 2000 и так далее у нас есть более мелкие пакеты ну и маркетинг план не много более такой знаете мягкие или как его правильно сказать надо поработать но и это поработать может вам на вас казаться очень серьезно то есть у нас до 17 процентов вы можете получать от привлекаемых инвестиций с первого поколения если вам интересно мы завтра маркетинге поговорим 18 приходите вы увидите цифры и так далее так и тут у нас писали что-то вот то что медведев да все испортил знаете не медведев потому что в принципе медведеву там премьеру либо президенту страны не нужно там думать о том как кому-нибудь что-нибудь поломать существует огромное количество чиновничьего аппарата которые не хотят ничего делать вот да то есть привыкли жить на те средства которые у них есть немалые они легко перемещаются по территории государства у них есть автомобили с мигалками у кого-то даже есть самолеты в распоряжении и так далее да какие-то базы они могут проводить совещание своей какой-то структуры в другом за абсолютно регионе в комфортных условиях после этого сходить в баню и так далее так далее то есть медведеву не нужно было что-то разрушать до вокруг него было много чиновников которые могли приложить к этому руку поэтому дмитрий анатольевич хороший малый интересный мужик развивается в направлении скажем так цифровых различных устройств он далеко не дурак так многие считают что вот он там абсолютно нормально вменяемый человек таких много но консерваторов много в нашей стране много тех кто не хочет делать ничего поэтому так наверное получается да конечно вот прибыль доход от будущих проектов до в меморандуме прописано группы компаний skyway что 20 процентов от прибыли с любого проекта где будет реализована технология будет распределяться между теми людьми которые успеют инвестировать в проект вот на данном на на этапе скажем так предоставляем возможности инвестирования в саму технологию когда соберется необходимая сумма денег для окончательного строительства экотехнопарка демонстрации сертификации сертификационных работ тогда скажем инвестировать про него технологии будет уже нельзя те люди в дальнейшем возможно смогут инвестировать в отдельно взятые адресные проекты но будут получать дивиденды только оттуда а вы если успели это сделать со всего того что будет строиться в разных углах земного шара в чем разница понимаете да она очень серьезно поэтому те люди которые вас окружают будет здорово если вы расскажете они успеют еще инвестировать свои деньги до того как прекратится приток инвестиций в наш проект вот и все какие еще есть коллеги вопросы потому что у нас с вами сегодня получился полноценный вебинар мне как-то легко говорится мне очень здорово самочувствие может отдохнул в отпуске может отдохнул на выходных кстати собрал несколько килограмм белых грибов белоруссии не буду вам показывать потому что не сразу скажу из корабля на бал в коробке здесь они лежат хотя вот таких итак друзья если какие-то вопросы ко мне сейчас проект развивается внимательно следим за тем что будет происходить в индии будет происходить сейчас на нашем экотехнопарке дождем информацию о том как там будет участие на приемка что там в индии поговорят и куда нас там скажем прикрепят какие проекты появятся то есть смотрим за этим внимательно у меня же на этом все хочу вас поблагодарить за то что были сегодня со мной вот всем отличного вечера отличного начала недели здоровья любви денег настроение успехов в любом деле да ну пусть все в жизни будет отлично повтор возможно будет я сейчас останавливаю запись и ее можно будет найти на нашем канале вебинаров